Донна Луна Донна Луна Донна Луна Донна Луна Донна Луна И мое творчество, оно как раз именно и является таковым, потому что я беру самый обычный камень, это может быть агат, оникс, и превращаю его, земля, это источник энергии, да, мы все знаем. Поэтому камень, который пролежал многие века, тысячелетия в земле, он имеет всего лишь силу природы, и огранив его некую огранку, где женщина может носить, одевать на себя, он дает ей энергию. Есть и наука, которая рассказывает о магии камня, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому женщина сначала вообще из истера на земле, она всегда хотела себя украшать. Но помимо того, что это эстетическая красота, я бы хотела все-таки в новом тысячелетии, которое началось в водолеи, эра водолеев 21-12-го, внести еще дополнительно в эстетику и знания сил природы, потому что они никогда никому не мешали. А у вас именно итальянская направленность, расскажите об этом подробнее, о своих камнях. Знаете, я бы сказала больше венецианская, потому что каждый венецианец приличный, ну это, наверное, просто... Прямо как венецианское стекло, да? Ну да, есть вот эта чопорность, все говорят, есть он у венециана, то есть мы даже не говорим, что мы итальянцы, мы говорим, мы венецианцы, потому что мы хотим подчеркнуть вот именно эту перлу, этот мистический портал, в котором мы живем, в который хотят попасть все люди со всех точек мира, поэтому это очень волшебное место, это очень волшебный город, и, соответственно, он навеивает, соответственно, какие-то волшебные мысли и идеи, поэтому все творится в Венеции, все мои идеи, все мои замыслы и производство находится в Венеции. А вы еще устраиваете балы, очень интересно, поделитесь, пожалуйста, что это такое? Конечно, балы – это одно из моих, так сказать, хобби, да, то есть я не могу сказать, хотя это профессия, это очень... Ну, проживая в Венеции, посещая самые элитные балы, на которые приезжают люди со всего мира, я вольно-невольно стала участником и потом с каким-то временем организатором, потому что, чтобы донести красоту камня, его нужно надеть на красивую одежду. Я всегда искала эту возможность. Ну, а бал – это во все века, во все времена, это был повод для встречи, для самыми разными людьми и самых социальных слоев. Вы знаете, да, что изначально бал задумывался 40 дней до католической Пасхи, для того, чтобы и знать, и люди могли под масками сделать все, что им угодно, то есть, сказать, выплескивать свои эмоции и какие-то натайные желания. То есть у вас костюмированные балы в масках, правильно? Венецианский такой оттенок. Если у меня есть такая возможность, я с удовольствием это делаю, поэтому я вам анонсирую, что 16 мая этого года, 18 года, у нас будет костюмированный бал, где хотелось бы видеть людей в масках. А где он проходит? Он будет, мы сейчас решаем с местом, я обязательно сделаю этот анонс. Но смотрите на Инстаграме, на Фейсбуке, у нас все это есть, у нас на Венеция, там все будет написано. Спасибо большое, я желаю удачи вам в этом вашем очень красивом деле ювелирном. Спасибо большое за то, что с нами провели этот вечер. Да, мне бы хотелось на самом деле, я говорила сейчас для других изданий, Россия это место, ну, потому что у меня папа итальянец, мама у меня русская. Я бы хотела, чтобы русские дизайнеры, это то, что увидела сегодня, чтобы они действительно смогли донести свою мощь, красоту и вот свое, так сказать, величие Европе. Поэтому я, возможно, приложу к этому все усилия, чтобы помочь молодым дизайнерам показать вот это вот, ну, действительно красоту России, то, что я вижу здесь. Поэтому, наверное, в этом есть какая-то моя миссия. Да, это очень ценно. Это делает украшение или это платье, потому что я, мистический театр, он просто живет сам по себе. Это всего лишь повод для встречи, это всего лишь повод для всех нас встретиться, объединиться и сделать нечто прекрасное для России, конечно. Спасибо большое, желаем вам потом удачи.